Из года в год одно и то же. На 13-й станции фонтана, да и по всему побережью за проезд к морю вымогают деньги. Прошлым летом это было 40 гривен, сейчас уже 50. Кто устанавливает тарифы неизвестно. Да и в документах указано, что брать деньги могут только за одну стоянку, но за этим шлагбаумом и как минимум три. Вместе с активистами дорожного контроля мы подъехали к шлагбауму на 13-й станции Большого фонтана. Как обычные отдыхающие начали интересоваться тарифами и законностью поборов. 50 гривен за день берутся. Тут все радостно и довольны, кроме вас. А, серьезно? 30 гривен в час в прибрежной зоне. И каждые 5 минут пошло 60 гривен уже сразу. Все документы предоставлены. Вот там уголок споживача называется. А, а что он открыл из ворота? Там все написано, что кто директор, на каком районе. Кто директор? Кто директор? А? Кто директор? Ой, Оксана. Мужчины, называющие себя парковщиками, заблокировали въезд и отказались пропускать бесплатно. На каком основании, неизвестно. Вместо официального удостоверения – самодельный бейджик. Дело же бейджик, что вы являетесь парковщиком на этом данном месте. Есть у вас парковщик? Нет. А где он, покажите? Я не обязан перегламить. Как это? Не, вы едете, прокуратуру я начинаю. Не, вы едете, предоставьте, пожалуйста, бейджик. Если он у вас есть. Если он есть, покажите. Нет, нет, пожалуйста. Нет, это не бейджик. Кассир Евгений. Это кассир. Вот смотрите, такой бейджик, и там ни печати, ни фотографии ваши. Ознакомиться хоть с какими-то документами можно только на стенде. Но информация на нем не действительно. Да и указана только одна схема парковки, где может взиматься плата. Но по факту парковщики берут деньги за проезд к морю. И неважно, есть там места или нет. Паркомата тоже нет. Зато можно приобрести сезонный абонемент за 100 долларов. Любой предприниматель обязан осуществлять хозяйственную деятельность только на основании закона. То есть он должен был узаконить данные схемы и взимать плату только за те места, которые ему город предоставил в пользование. Мы, проехав здесь, мы увидели минимум три участка дороги, где возможно парковаться. Более того, есть территория для въезда людей с инвалидностью, где вообще въезд запрещен. То есть человек там где-то оплатил деньги куда-то, он еще не знает, куда он попадет. А ему тут может быть надо дальше, а дальше запрещено, потому что здесь муниципальная варта. Активисты предполагают, что незаконный шлагбаум принадлежит депутату горсовета, который на месте парковки может построить новую высотку. Депутат, которая, будем считать, негласно принадлежит ей эта парковка, она директор является строительной компанией. То есть могу предположить, что ей не столько нужна эта парковка, сколько нужно установить благонадежность работы с городом на протяжении, допустим, 5 лет. После этого заключить договор, допустим, на долгосрочный 50 лет, к примеру, либо вообще выкупить землю. И застроить ее домами, то есть побережная территория, понимаете, здесь можно очень хорошо заработать. Парковщики так и не смогли объяснить, на каком основании вымогают деньги. И вместо обещанного директора на разговор приехала охрана. Не, я же вас беру деньги, правильно? Я просто приехал за порядком, чтобы не было ни знака, ни каких ничего. Мы взяли с собой талончик, который выдают при оплате и поинтересовались у юристов, имеет ли он законную силу. Данный чек не соответствует требованиям действующего законодательства, потому что по нему непонятно, какое именно лицо взимает эту плату. Не указаны идентификационные номера юридического или физического лица, осуществляющего деятельность по парковке транспортного средства. Кроме того, подобный чек должен выдаваться, вне фискальный чек должен выдаваться соответствующим автоматизированным приспособлением, специальным, именуемым так называемым паркоматом. Наш тур в очередной раз доказывает, что платный проезд к морю – чистой воды афера. В прошлом году вступил в силу закон о реформировании парковок, по которому операторы должны выполнять ряд требований – наносить разметку и правильное покрытие, устанавливать освещение и паркоматы. Но пока все требования только на бумаге. Смотрите продолжение нашего расследования в итоговом выпуске в эту субботу. Светлана Довжу, Григорий Евич, Телеканал Репортер.